В декабре 2020 года Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» передал заключительный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ по контракту 2019 года. Лётно-технические характеристики МиГ-31БМ Экипаж 2 человека Перехватчик может нести до 3 тонн на 8 точках подвески. Также он вооружён шестиствольной 23-мм пушкой. МиГ-31 официально именуется воздушным кораблём, так как его взлётная масса более 40 тонн. До уровня МиГ-31БМ модернизируются две модификации. МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БС без системы дозаправки. Модернизированный перехватчик МиГ-31БМ получил новую РЛС «Заслон АЭМ» с увеличенной до 320 км дальностью обнаружения. Также перехватчик получил дополнительные точки подвески и расширенную номенклатуру вооружения. Визуально БМ можно отличить по перископу на откидной части фонаря передней кабины и дополнительной антенни. С Минобороны на поставку самолётов МиГ-31БМ было заключено несколько контрактов. Самый ранее известный мне был заключён в 2011 году на более 50 перехватчиков. В 2014 году был заключён дополнительный на более 50. Также в 2019 году был заключён контракт на неизвестное количество машин. Он был выполнен в конце 2020 года. Модернизацией МиГ-31БМ занимаются Нижегородский авиационный завод «Сокол» в Нижнем Новгороде и 514-й авиационно-ремонтный завод в Оржеве. Большинство МиГ-31БМ было модернизировано на «Соколе». Данные по модернизации на 514 АРЗ фрагментарны. До 2012 года было передано более 20 перехватчиков. В 2012 году началась сдача истребителей-перехватчиков по контракту 2011 года. К концу 2018 года контракты 2011 и 2014 годов были, по всей видимости, выполнены. А в 2020 году был выполнен контракт 2019 года. В лётных происшествиях были потеряны минимум 3 истребителя-перехватчика. Сейчас в составе морской авиации и ВВС числятся около 150 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, сможет ли Су-57 заменить МиГ-31 и нужен ли российской армии новый истребитель-перехватчик 5-го поколения. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok